Шум молотков и сварочного аппарата не помешал учебному процессу. В семи школах Автограда приступили к капитальному ремонту. Напомним, за три года в набережной Челнак должны отремонтировать 42 школы. Только в этом году на приведение их в порядок татарстанские власти выделили около 190 миллионов рублей. За началом работ в 35-й школе наблюдали наши челненские коллеги. Проект этой школы уникальный. Она одна из самых больших не только в республике, но и в России. Чтобы в срок отремонтировать здание площадью в 19 тысяч квадратных метров, к работе приступили задолго до каникул. Первыми меняет трубы канализации отопления. Фронт работы огромный. Так что и финансирование больше, чем у обычных школ. Изначально нам было выделено порядка 20 миллионов. В процессе технического осмотра эта сумма увеличивалась. И на сегодняшний день это 42 миллиона. Кипит работа и в спортзале. Ее будут принимать не только администрация школы, но и члены родительского комитета. Я думаю, что мы должны как на первых этапах участвовать, так и при контрольных, то есть при сдаче уже объекта, посмотреть, как, что сделано. Действительно будет удобно ли детям после этого ремонта. Действительно ли будет красиво в школе. Нужно менять сантехнику и ставить новые двери. Пока средства на это не выделены, но все подсчеты затрат в мэрии уже сделаны. Где-то в пределах 25 миллионов это санузлы, в пределах 10 миллионов это двери. Ремонт учебе не помешает. Если нужно, введут вторую смену или перенесут занятия в другие классы. Закончить основные работы планируют в середине июля, затем начнут наводить лоск. Приступят к косметическому ремонту. Эльвира Бятулина, Эльвира Салахова, Андрей Буслаков. Вести Татарстан. Набережная Челны.